привет в этом видео я хотел бы показать как можно сделать вот такой материал который вы видели на превью то есть пластик который просвечивается и при этом у него есть интересные такие вот на гранях подсветки дам которые делают его более объемным подобные ролики я решил записывать потому что нуждаюсь в том чтобы делать какие-то видео покороче возможно чтобы отдыхать от видео которые длятся там по 40 минут по 50 и примерно длительность вот таких вот видео она будет около 5 минут плюс минус может быть чуть подольше в зависимости от того какой материал я буду делать и так значит что мы делаем изначально мы просто настроим нашу сцену таким образом просто чтобы был какой-то фон какая-то плоскость какая-то модель на который мы будем накладывать это все и сам свет в данном случае это просто солнце мы смотрим как это выглядит сейчас это cycles то есть стандартные настройки просто high-контраст вот и не более пока что это просто вот как вот белая болванка мы делаем обычный материал принципу везде берем какой-то вот такой вот например в синий цвет скопируем тот же самый тени вставим его в сапсерфейс color вот сюда и сапсерфейс на максимум вытянем его вот мы видим то что у нас получился такой пластик который уже просвечивается который в принципе уже хорошо смотрится но нам хотелось бы сделать еще так чтобы возможно какие-то его детали были более объемные и как в нашем случае подсвечивались для этого мы сделаем что для этого мы создадим ноду layer-weight затем нажму на нее ctrl-t долю имя считать что ли подключу вектор здесь подключу нормали затем я сделаю color ramp и подключу facing нажиму ctrl-shift и кликну сюда чтобы увидеть как она работает она подключилась сразу к вьюгеру и мы видим как работает вот эта наша маска мы можем ее собственно как-то изменять делать более заметной или же менее мы вставлю ее на значение 02 вот и может быть чуть чуть более явной где-то вот вот так вот и теперь это все дело мы опять контур shift и нажимаем на принципу бездев а вот это дело подключаем к и мишину подключили к мишину здесь я возьму какой-то цвет но вот такой вот яркий а здесь вместо темного ставлю тоже синий цвет который мы ранее уже использовали может быть только него немножко сейчас ничего доделаю ну чуть-чуть вот так вот в сторону может немножко потемнее вот примерно вот так вот и давайте быстренько это все отрендерим просто глянем что у нас из всего вот этого дела вышло solid f12 и вот мы видим то что материал получился довольно таки симпатичный то что у него есть вот такие вот интересные подсветки вот на всей плоскости скажем так объекта на все его поверхности которые мы конечно же можем регулировать вот и в целом применять какие-то другие наши объекты а пока это все пока